ГОМЕЛЬ 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 Сергей Михайлович, мы возьмем это на контроль, вы не переживайте, мы будем контролировать, не волнуйтесь. И обязательно с вами свяжемся и посмотрим, как сделали эту дорогу. Жидающих трапить на прием до старшины Совета Республики Великая Чарга. Перед сенаторами стоять конкретные задачи по выражению проблем, обмерковании самых острых, самых запотребованных тем. Усё дело того, как обожитивляемая деятельность была максимально результативной, открытой и зразумелой насельництву. Больше всего, конечно, волнуют людей вопросы, которые связаны с дорогами. И причем с дорогами, которые находятся в городе, в деревне. Поэтому неспроста была поставлена задача президентам нашей страны особое внимание уделить местным дорогам. Всё, с чем к нам обращаются люди, мы обязательно возьмем на контроль. Это у нас традиционно, мы никогда не оставляем обращения без внимания. Но я думаю, что работы предстоит местным органам достаточно много. Выездный прием грамадяну Светлогорску провел и наместник старшины Совета Республики Сергей Хоменко. Светлогорцы узнимали проблемы в проходжении реабилитации и створении места для отпочинку в городе. Как высветлилось тут, замес старого парка планует добро упорядковать новую зеленую зону. Обустраивается новая территория, которая расположена напротив торгового центра «Березки» на пересечении улиц Калинина и Свердлова. Это большой лесной массив, он активно развивается. В настоящее время там уже существует спортивный комплекс, теннисный корт. В текущем году мы планируем строительство лыжеролерной трассы. Кроме того, у нас уже разработана проектно-сметная документация на строительство многофункциональной спортивной площадки. Располагаются многочисленные детские площадки. Тренера Миколая Бондаренко турбовала финансование мясовой команды по мини-футболе. Она створена на базе Светлогорского ЦКК в 1992 году и успехово выступает в высшей лизе. Выдатки на проезд, харчование и дел с поборництвах ранее покрывали за кошт спонсорской допомоги. А последний раз выплаты команде поступали в 2023. В этом году вопрос о финансировании стало больше в остро. Сейчас был личный прием, поэтому я записался на его и решил вопрос о финансировании команды ЦКК. Я лично доволен. Я думаю, что этот вопрос решится и команда ЦКК будет существовать. Мне важных вопросов нет. Для наших граждан каждый вопрос, с которым люди приходят на прием, он важен. Одной из основных целей является изучение тех проблем, их наличие системности или, наоборот, отсутствие системности в этих вопросах. Для того, чтобы в дальнейшем проанализировав их, подготовить предложения для принятия законодательных актов, те, которые будут решать эти вопросы в системном порядке. У один и день приема граждан сенаторы наведали усе районы Гомельщины. Сустрелись с жихарами, высухали их схарги и пропановы. Усе пытания разгледжены и взяты на особистый контроль. Татьяна Пемененкова, Олеся Заяц, Валерий Гопанько, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Подтопление подворка и спрычка соседев. Гытые иншие пытания поднимали жихары региона подчас особистого приема, который провел старшиня Гомельского облывыконкома Иван Крупко. Жихарка поселка юбилейный Гомельского района Татьяна Патароджа звернулася с пытанием о подтоплении ее участка. Уже в некоторых годах зимой и весной вода с подворка не сходить, и своими силами взмогаться со стихией уже не отрымливается. Иван Крупко отзначает, решение проблемы будет проводиться у два этапа. Один из них – подлучение помпов, что повинно частково вырошить эту ситуацию. Вопрос у меня будет на контроле, когда отработаем, особенно посмотрим, когда дожди обильные или подтопление будет, как оно будет работать. Первый этап, что касается насосов, когда вы назвали? Июль. Июль. А что касается канала проекта – 1 сентября. А кроме этого, побоч с домом Жихарки и поселка Юбилейны будут изводить шмат поверховки. У проекте будовництва продугледжена инженерно-транспортная инфраструктура с полным водоотведением, до якого подключить и ее дома уладание. Уходя приему грамадян, все пытания Иван Крупко взял на особистый контроль. Сегодня были названы имены лепших простонников сродков массовой информации Гомельской области. На предыдни профессийного свята супрационников друкованных и электронных СМИ подвели выники с поборництва, якое проводится вось уже у семнадцатый раз. Все летады шли от традиции, изменили формат мероприемства. В этот раз, что годовые областные с поборництвы вырошили провести в Жлобинском районе увезцы «Червоный берег». Сюда съехались лепшие простонники розных сродков массовой информации из всей области. Тут находится мемориал детям-охверам войны. С экскурсии по его территории начались мероприемства. После складания кветок удельников с встречи запросили на урочистую частку мероприемства. На этот раз местом проведения стала старожитная сядиба мецената и дворанина Козел Поклевского. Организаторы вырошили изменить формат проведения. Модератором выступил головный редактор газеты «Гомельская правда» Сергей Беспалы. Мы же журналисты, ведь одно и то же, можно сказать по-разному, и сказать хочется интересно, и выразить мысль хочется интересно, чтобы тебя услышали, прочитали, увидели. Поэтому вот такой формат мне симпатичен. Мы сегодня и больше узнали о лидере области. Мы сегодня побывали в очень красивом историческом просто чудом месте. Мы сегодня пообщались очень искренне, откровенно. И самое главное, что у нас есть достижения, с которыми не стыдно встречать ни день печати, ни день работников радио и телевидения. С встречи началась с цикавого факту. Присутные доведались, что Иван Крупко – героя Гомельской области, вось уже 864 дни. Потом началась размова с лидером региона. Журналиста утикавило все. Топ-3 самых яскравых подей на думку губернатора. Какие якости у людей он ценить больше за все. Пытались про его семью и детинство. И навед цикавилися, с кем бы он пошел в разведку. Организаторы мероприемства не помылилися. Такий формат пришелся на густ и гостям, и удельникам. Время другое, и подача материала должна быть абсолютно другой. И сегодня журналистика стала другой. И очень приятно, что наш губернатор на инициативы, на подходы современные очень тепло реагирует. Если вы обратили внимание, это не просто пресс-конференция была, брифинг. Это был живой разговор, живой диалог. Каждый из присутствующих участников встречи задавал вопросы, которые пришлись ему по душе. Вопросы о личной жизни, вопросы о работе, о впечатлениях от региона и так далее. Конечно, это все накладывает определенную ответственность на тех, кто задает. Потому что губернатора, поверьте, к сегодняшнему мероприятию никто не готовил. И то, что он согласился на такой формат, я думаю, это хороший пример для всех остальных, в том числе руководителей большого уровня, каким образом надо сегодня выстраивать взаимоотношения и диалог между органами государственного управления, средствами массовой информации. Не обойшлось и без приемных сюрпризов. Больше за год редакция газеты «Гомельская правда» працавала над книгой «Гомельщина героичная». Подчас мероприемства отбылась и ее презентация. Первый экземпляр отрымал керовник в области. А потом еще один хворюющий момент. У знагороды переможцев, что годового областного споборництва, вся рода редакции телебачення радует интернет-ресурсов и журналистов. Диплом первой ступени у номинации «Лепший телевизионный радиовещальный сродок массовой информации» отрымал телеканал «Беларусь-4 Гомель». 2023 год действительно стал знаковым для телеканала «Беларусь-4». Мы окончательно сформировали наш пул общественно-политических программ. Это большое достижение. И сегодня мы имеем в нашем эфире тот необходимый набор программ, который может решить главные задачи, которые стоят перед нами сегодня, как перед проводником государственной политики в медиа. Мы сделали очень важный момент. Мы сформировали пул лидеров мнений. Это не просто эксперты, это люди, которые уже узнаваемы. Участники наших проектов их знают область, к их мнению прислушиваются. Дарыч, это не один из нагорода, яку отрымали представники телерадоэкомпании «Гомель». Выконавчий продюсер Дмитрий Котов у номинации «Лепшие ауторские материалы» отрымал диплом третьей ступени. Выконавчий продюсер Александр Лупиненко у той же номинации был узнагарожен дипломом первой ступени. Светлана Главко, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадоэкомпания «Гомель». Новые этапы экономицы и еще один крок у развития района. Увезцы гостей Велирыжицкого района открыли новый молочный товарный комплекс больше, как на 1100 голов. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Сучасные помешкания для персонала и комфортные условия для буйной рогатой живёлы, боксы для тялятов и траншеи для кормов. Новый молочный товарный комплекс отвечает всем стандартам и техническим потребованиям, необходимым для вытворчивости высокоякосной продукции. Проект реализованный в рамках указа президента Республики Беларусь об строительстве и реконструкции молочных товарных комплексов. За два года, за 2023-2024 год, мы добываем в стране сообщественное поголовье миллион тонн молока. Много лета мало, это 100 тысяч тонн сыра. Если умножить на 6 долларов, то вы понимаете, какая сумма огромная сегодня денежных средств будет дополнительно в агропромышном комплексе. Если мы при запуске этого комплекса прибавим молока на 15-20 тонн, это, считайте, 20 тысяч дней, посчитайте, на меньшее 600 тысяч в месяц, это даст возможность нам приобретать новую технику, ну и, естественно, улучшать жизненный уровень наших людей. Вытворчивость молока на сегодняшний день складает 650 килограммов в сутки. После выхода на полную могутность плануется отремливать надой на корову коля 7500 килограмм и реализовывать 5800 тонн молока в год. Финансовые потоки пойдут больше, рабочие места новые откроются, у нас обещают строить новый дом, жилой дом, приток молодых специалистов, обеспечение их жильем рабочими местами, достойной заработной платы, премии, профсоюзные какие-либо выплаты. И все это будет спонсироваться за счет того, что будет увеличено качество молока и производство молока. Открытие молочно-товарного комплексу забеспечить больше комфортное утримание скота, загабание и помножение буйной рогатой живелы, повеличение в творчестве молока и додаткового приплоду, что значительно повысить экономичные покажки района. За этот год заплановано увести еще 130 комплексов по всей Украине. Александр Никитин, Ганна Кусточова, Сергей Жиленко, телерадио компания «Гомель». Теплая надворья – радость не только для дорослых, а и для детей. Однако в этот период повышается риск отримания травм неполнолетними. Только за 30-е красавика сдарилось два ДТЗ, у которых потерпели дети. По статистике, со студенях этого года повеличилась колькость ДТЗ с уделом неполнолетних. Супрассовники милиции на постоянной основе проводят тулумашальную работу, накерованную на выканании детьми правилов дорожного руху. Это дотичится обеспеки на чугуночных путях. Обязательно родители должны проводить со своими несовершеннолетними детьми практические занятия. Они должны вложить в голову ребенка, что даже находясь во дворе своего дома, ребенку не надо резко выбегать из-за стоящих машин. Уважаемые родители, наличие фликера позволяет водителю в темное время суток увидеть ребенка на расстоянии до 400 метров. Что год до початку летних каникул, работники милиции проводят акцию «Увага, дети». Это робится не только для протягнения уваги дорослых, а и детей. Перамога Альбона Каут. У Гумели проходит открытый турнир по боксе. Просвечены памяти об загинувших в Великой Айчиной войне. Запрошены специальный гость. Советский, российский и австралийский боксер. Трехразовый чемпион СССР. Двухразовый чемпион Европы. Чемпион света. Сирот аматоров. Абсолютный чемпион света. У сирот профессионал Константин Дзю провел майстер-класс для удельников с поборництву. Под обязанности у материаля Ганны Кусточовой. У делу турниры берут 52 спортсмены. Сирот их – представники национальной сборной Белоруссии, команды Гумельской области и бойцы из России. Валерия Стражак три года профессийно занимается боксом. Занята хоть и не совсем же ночью, но в жизни очень помогает говорить девочкам. Быть часткой национальной сборной нашей страны для ее очень гонорова. Подрехтовка с поборництву активно шла в специальных учебно-тренировочных центрах. Большая гордость, большой труд не только мой, а всей команды и наших тренеров. Подготовка, в принципе, знаете, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Вот это у нас такой же случай. Мы лучше пашем, но там будет нам проще. На сегодняшний момент есть красивые такие бои женские. Хотим просмотреть наших ребят, во-первых, до 22 лет, потому что в октябре будет Европа. Догачаканная встреча с кумиром миллионов отбылась. Консадин Дзю – советский, российский и австралийский боксер, трехразовый чемпион СССР, двухразовый чемпион Европы, чемпион света сустрелся с молодью. Спортсмен на прошлый раз был в Беларуси 37 годов тому. Основная задача, которую я себе поставил с этим приездом – это научить за очень короткий промежуток времени пару маленьким секретикам, которые помогут ребятам найти себя. Мой секрет моего успеха заключается, он такой простой, он заключается в том, что надо уметь работать больше, чем другие. По выниках отборочного тура, наилепшие спортсмены будут проходить подрыхтовку до чемпионата Европы по боксе. Ганна Кустачова, Василия Сепцов, Сергей Желенко, телерадо, компания «Гомель». Сюня у православных верников чистый час вер. Великий ци чистый час вер заявляется особливым часом очищения. Свята связана со старожитыми евангельскими падеями, тайной вечерой, здрадой юдой и усталеванием традиций причащения. Верники у гэтый день подрыхтовывают дом до святкования светлого Великодня. Обовязково им кнутся с поведаться и принять причастие, кабачиститься от граху. Так само займаются уборкой дома и починают пячы великодные куличы и фарбовать яйки. Головная ж свята православных християн в Великдень все лето будя 5 мая. Святочная служба почнется у вечера и у субботу. У Ярусалиме, у храме у Воскресения Христова у гэтый день сыходить животворный огонь. Верники сустракают в Великдень. Паводля, паверья, уличыцца, кали гэтый огонь одной чы не сыйдя, то ходка наступить конец свету. Гэтый иншай новины вы можете знать в нашем Телеграм-канале, а так само на сайте в интернете по адресе свергомель.бай. Далее эфиры только по справе. Зеленский вынес присуд украинца. 18 мая уступит в силу скандальный закон об измотнении жорсткости мобилизации. Какими способами киевский режим отправляет на верную гибель своих же хоров? Отказы на гэтый иншай пытанье шукается в новом выпуске программы только по справе. После глядеть эфиры де-факто и спортивный гляд, а я с вами разведываюся. У студии для вас працавала Віктория Кривда. Усего доброго и до встречи в эфире. Буквально через пару недель жить на Украине станет еще страшнее. Решение Зеленского ужесточить мобилизацию добьет украинцев окончательно. 18 мая именно тогда вступит в силу тот самый скандальный закон о мобилизации. Тем самым временем у ТЦК уже вовсю развязанные руки. Даже мертвых на фронт призывают. Какими способами киевский режим своих же отправляет на верную гибель расскажем в программе «Только по делу». Меня зовут Владислава Супруновская. Давайте начинать. Всех украинцев на убой. Именно так звучит новый закон о мобилизации в Украине, который подписал Зеленский. Документ ужесточил порядок проведения мобилизации, в том числе наказание за уклонение. Теперь ведут обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф. Помимо этого, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично в руки военнообязанному. Например, если человека не застали дома, то датой вручения будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения. Все военнообязанные в течение 60 дней после вступления закона в силу, а это 18 мая, обязаны будут подать актуальную информацию о себе в территориальные центры комплектования. Это относится в том числе к тем, кто находится за границей. Без этого никакие консульские услуги за рубежом получить будет невозможно. И это еще не все. Дела так плохи, что киевский режим хочет отправить женщин разминировать минные поля. Об этом заявила вице-премьер Юлия Свериденко, которая считает, что гендерное равенство – неотъемлемая часть политики Украины. Ранее генштаб ВСУ заявил о формировании первого женского подразделения в составе украинской армии, а в школах уже преподают военное дело и девочкам. С такими темпами мобилизация дойдет и до детей. Собственно, охота на мирных жителей объявлена открытой. Догонялки с украинцами для представителей ТЦК стали уже обыденностью. Они решили выходить на новый уровень. Например, начали снимать водителей прямо с рейсов, когда те возвращаются в Украину из-за границы. Связь с ними почти сразу же пропадает. Людоловы выписывают водителям повестки на месте и предлагают сразу проехать в ТЦК. В случае отказа и любого сопротивления мужчин препровождают в пункты сбора насильно. Забирают даже тех, кто везет гуманитарные грузы, в том числе скоропорчащиеся. А теперь о другом варианте. Если вдруг не явился и тебя нашли, будешь закопан. В прямом смысле слова. Это реально пример, где военкомы в Житомире заживо закапывают уклонистов. Человек на Украине в одночасье превратился в пустое место. Чтобы лучше понимали, ТЦК решила пулять по-гражданским. Также лучше будет доходить. В Черновицкой области сотрудник открыл огонь в ходе конфликта с местными жителями. Угроза оружием людей не остановила, и они попытались его задержать. Поведение украинцев и понятно. Они устали от киевского безумия. Просто хотят жить, а не умирать за членство в НАТО. Чтобы отправить в СУ как можно больше людей и галочку поставить, мол, мобилизация успешно проведена, начали грести всех. Даже мертвых. Так, украинского футбольного журналиста Артема Франкова вызывают повесткой в ТЦК. Самое интересное не в том, что он ухилянт, а в том, что еще в 23-м году он умер. Согласно волшебной бумаге, Франкову необходимо было явиться в военкомат города Киева для прохождения медосмотра. Собственно, этого не произошло, и его записали в список уклонистов. Видимо, смерть не повод, и военкомати его до сих пор ждут. С каждым днем Украина все увереннее катится в пропасти. Кажется, что моральные нормы там совсем перестали существовать. В канун Дня Великой Победы, еще совсем недавно святочтимого на Украине, в городе ровно разрушили памятник советским воинам, которые победили нацизм. Мэр этого города заявил, что снесенные скульптуры не будут отправлять в какие-либо музеи, как это происходило в ряде аналогичных случаев в других городах Украины, а попросту сдадут на металлолом. А вырученные средства направят для закупки беспилотников для ВСУ. Вывод один. Нынешняя Украина – сплошное безумие. Страна, отказывающаяся от своего прошлого, и, судя по всему, от будущего тоже. Это была программа «Только по делу». Встретимся на следующей неделе на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто». В студии Светлана Главко. Здравствуйте. В Чечерске вынесен приговор 20-летнему парню, который изнасиловал 16-летнюю девушку. Процесс прошел в закрытом формате. Молодой человек признан виновным в половом сношении с несовершеннолетней с применением насилия. Обвиняемому назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и штрафом в размере 50 базовых величин. Также постановлено взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. В Лельческом районе из-за непотушенной сигареты погиб мужчина. Пожар случился в деревянном жилом доме агрогородка Симоничи. Спасатели при проведении разведки на кровати в горящей комнате обнаружили обгоревшее тело хозяина дома. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар ликвидирован работниками лесхоза до прибытия подразделений МЧС. В Калинковичах на улице Николаева горела хозяйственная постройка. В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Онлайн-мошенники обманули гомельчанина на 28 тысяч рублей. В столичную милицию обратился житель Гомеля. Как оказалось, во время одной из командировок в Минск он хотел дополнительно заработать на криптобирже. Мужчина зарегистрировался, после чего по заданию куратора инвестировал на бирже деньги. Чтобы усыпить его бдительность, мошенники представляли липовые отчеты о приросте капитала. Когда гомельчанин захотел вывести заработанное средство, ему предложили совершить еще один денежный перевод. После второй просьбы о переводе гомельчанин понял, что стал жертвой аферистов. По данному факту возбуждено уголовное дело. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. А я, Светлана Главко, благодарю за внимание. Баскетболистки гомельских рысей выиграли второй матч серии за пятое место чемпионата Беларуси. Команда Анатолия Рогозенко одолела на своей площадке баскетбольный клуб «Виктория». Гомельчанки разгромно выиграли стартовую четверть со счетом 30-11. После чего держали соперниц на безопасном для себя расстоянии. Завершилась встреча с результатом 92-71. Лучшими в составе рысей стали Илона Кацура и Дарья Пилюк, набравшие 21 и 20 очков соответственно. Счет в серии стал 2-0 в пользу дружины из Гомеля. Следующий матч команды проведут 3 мая. Нападающий жлобинского «Металлурга» Владимир Кораблев остается в команде. Стороны продлили соглашение еще на один сезон. Центр форвард присоединился к Столиварам в ноябре прошлого года и стал важным элементом в атакующих построениях чемпионской команды. В сезоне 23-24 игрок провел 41 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В плей-офф Кораблев набрал 5 очков в пяти играх. На его счету победный гол во втором матче серии с юностью и передача на золотую шайбу Константина Лукина в финале с Брестом. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал супертурнира в Мадриде. В четвертьфинальном поединке вторая ракетка планеты за 1 час и 20 минут справилась с 43-м номером рейтинга ВТА, россиянкой Мирой Андреевой. Итоговый счет 6-1, 6-4. За матч Соболенко выполнила два эйса и одну двойную ошибку. У соперницы три подачи на вылет и две неточности при вводе мяча в игру. За выход в финал Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. В личном противостоянии игроков ведет Белорусска 5-3. Полузащитник Мозырской слави Кристиан Дросс стал автором лучшего гола шестого тура футбольного чемпионата Белоруссии. В домашнем победном поединке с Держинским арсеналом игрок отметился точным дальним выстрелом в ближний угол. Это взятие ворот стало победным противостоянием. В топ-5 вошел и мяч форварда Гомеля – джуниора Эфаги, который также в победном матче с Минском отличился эффектным голом, выиграв борьбу на втором этаже у защитников Горожан. Это взятие ворот расположилось на четвертой строчке рейтинга.